Спасибо большое. Так, вернемся еще на шаг назад. Да, вот здесь. Вот теперь опять продолжаем ту же самую историю. Вот телефон. И сейчас Аня Тищенко нам поможет. Вот, фотограф у нас готов, если что. Так, давайте повторим ту же историю. Так, давайте сначала вот эту книгу. Тоже по категории менеджмента, еще одну книгу. Так, по моей команде. Приготовились? Все готовы? Все готовы? Раз, два, звоним. Раз, два, звоним, звоним. Это кто? Алло. Да, здравствуйте. Подходите, пожалуйста. Так, и еще один у нас, еще одна книга будет. И заодно вместе уже сделаем такую фотографию. Значит, еще раз готовьтесь, пожалуйста, набирать телефон. Этот же самый. Книга «Успешный путь. Торговая сеть. Вопросы и ответы». Сергей Илюха, который у нас будет завершать сегодня программу, сможет вам еще и написать ее. Значит, один, два. Звоним. Походите, пожалуйста, на сцену. Ну что ж, таким образом мы дальше двинулись. И смотрите, сейчас я предлагаю, скажем так. Я предлагаю не делать перерыв. Сейчас мы сделаем все фотографии для вас. Сейчас вместе сделаем вот эти перерывы, да? Пожалуйста, делаем авторы и делаем все. Так, давайте встанем. Так, ну что, у нас есть фотографии, у нас есть призы, но хоть у нас еще есть. Отлично. У нас еще есть для меня. Разбитка книг. Так что у нас будет возможность еще сделать розыгрыши. Спасибо большое, Татьяна. Да, что мы возьмем. Анна, так и благодарю. Поработали совместно. И отдельно напоминаю, что если вы не состоите в клубе категории на менеджмент, поизучайте довольно много. Есть идей, которые там люди обсуждают, которые обычно именно кулуарно обсуждаются. Так что это то, что мне, например, очень сложно делать в рамках моего проекта. Мое предложение к вам сейчас не делать перерыв, идти дальше. Соответственно, для того, чтобы, ну, может быть, во-первых, ну, как бы смысл сейчас расходится, да? Вот, я предлагаю идти уже дальше, потому что у меня есть определенные моменты, которые я хочу вам тоже рассказать в свою презентацию. И у нас останется два выступления. Спокойно уже пойдем. Соответственно, сейчас... Александр, мою презентацию, пожалуйста. Я сегодня с утра, те, кто был на утренней презентации, начала говорить о том, что как бы инструментарий можно и нужно использовать по-разному. Что касаемо нашего проекта, которым уже 20 лет я работаю, то есть в этом году у меня юбилей, помимо того, что у сайта retail.ru юбилей 25 лет. Но так вот получилось, что в 2004 году я туда пришла на работу и как-то задержалась. Вот, соответственно, сегодня мы уже находимся на третьей части. И у меня один из вопросов, который также фигурирует, это товар на полку, какие инструменты используют поставщикам на retail.ru. Значит, на текущий момент это те вещи, которые мне получается делать. И, соответственно, тот проект, которым мы сейчас управляем, это уже реально 900 тысяч человек читает нас каждый месяц. Это удивительная цифра для меня, потому что, когда я оглядываюсь назад, какой путь был пройден, но самое-то главное, что у нас действительно вы как читатели создаете вот тот объем посещений и интереса к отрасли. Отрасль изменилась, она по-другому стала уже смотреть. Вы действительно изучаете, следите за тем, что происходит на рынке. И, условно, очень многие люди, которые хотят общаться на равных с сетями, да и сети хотят быть более знакомы поставщикам, вот это все в итоге так или иначе трансформируются в те материалы, которые выпускаются на сайте. А теперь смотрите. Вот то, что вы получили все на входе, пакет, в котором находится сборник нашей экспедиции retail, и, соответственно, удобное что-то для раздатки, для того, чтобы сегодня весь день работать. Вот экспедиция ритейла – один из проектов, который у нас случился именно в ответ на то, что ритейлеры становятся более открытыми, и мы получили возможность сходить к ним в гости в разных городах, получив на выходе те материалы, которые вы можете почитать сейчас в этом сборничке, но они же есть на сайте уже в формате видео. И посмотрите, как там, например, та же Елена Савченко, которая сегодня с нами выступала, директор по СТМ Ашан, как она смотрит вместе со мной магазин с позиции СТМ. Вы посмотрите на ту энергию, которую она выдает вот на этом интервью. Это никогда вы в текстовых материалах не посмотрите. Я вам сейчас это подсвечиваю со стороны ритейлера. А теперь представьте, что таким же образом я хожу, когда с представителями производителей, они не менее ярко рассказывают о своих продуктах, но очень стесняются об этом иногда рассказать нам на retail.ru. Понятное дело, что вот такие все проекты, они для нас как бы стоят денег, мы их производим. И здесь как раз вот я к вам обращаюсь с тем, чтобы вы все-таки более внимательно стали смотреть на сайт retail.ru с позиции того, чтобы вас больше узнавали. Ну вот опять же статистика по годам, но ключевое, коллеги, надо проявляться. Всегда говорят о том, что нас не знают, нас не слышат. И те, кто сейчас использует инструментарий проявления, что такое в моем понимании проявления, я вас случайно могу узнать. Или мы с вами познакомились, я гугланула. Вы знаете сколько? Я же все регистрации. У нас на этом мероприятии более 500 регистраций. Там, где непонятно, что за компания, я смотрела, что о ней известно в интернете. О процентах 40 я ничего найти не могу. За исключением того, что там написано, ИНН, КПП занимается оптовой розничной торговлей или, например, с производством чего-нибудь. Все. Больше ничего. А я вам могу сказать, что на текущий момент, скажем, эффективным образом о себе рассказать, но дает очень много инструментов. Да блин, где же сами соцсети, в конце концов, да? Если у вас даже там нет элементарно своей странички, меня это удивляет. И удивляет ровно потому, что это простой инструмент даже элементарной коммуникации не с сетью, но с вашим конечным потребителем. Откуда он знает, кто вы есть, если вы не хотите даже о себе рассказать? В конце концов, меня это еще удивляет ровно потому, что по большому счету, если вы хотите зайти в сеть, то вам как минимум надо сайт иметь. Но я его не нахожу. По крайней мере, по тем названиям, которые вы мне оставляете в регистрации. Вот, поэтому одна из задач, которую мы совместно с партнерами делаем, когда они приходят к нам с задачами, это набрать массу материалов в нужном ключе, в формате B2B сегмента. То есть, когда к нам приносят те рассказы о ваших продуктах, которые вы хотите рассказать, то это нам неинтересно. Нам неинтересно, что это вкусный, качественный ТТТ продукт, потому что я эту информацию отдаю кому? Кому? Ритейлеру. А если мы хотим ритейлеру отдать, как мы ее должны отдать? С теми вопросами, на которые они обычно у вас ответы ждут. Касаемо кого, на какую полку, какое соседство, еще как развивается категория, какие вы инвестиции туда планируете. А это нельзя сделать через один материал. Это надо взять интервью с руководством, ну и так далее. Сейчас вот эти все моменты мы с вами по-коротку не постараемся пройти. Самое простое, что можно делать с точки зрения контент-стратегии, для поставщика, это вот реализовать вот эту стратегию, которую я вам рекомендую. Первая, вторая строчка. На текущий момент, пока маркировка рекламы, она уже началась, мы вот зарегистрируем компанию в бизнес-центре. Можно, это бесплатно, заходите, делайте. Регулярно опубликовать новости компании. Сразу маленький, в топчик, пожалуйста. Информационные, без призывов, без рекламных моментов, потому что скоро мы начнем эти вещи очень сильно резать. Сейчас мы вот редизайн практически уже выполнены, практически там 70% задач выполнено. Мы сейчас приступаем как раз к бизнес-центру. И вот раздел новости компании будет здорово в этом моменте доработано. То есть условно, если у нас не токенированный материал, кто о маркировке рекламы что-нибудь слышал? Руку поднимите, пожалуйста. Не все. Коллеги, изучите, пожалуйста, тему маркировки рекламы, потому что это вообще-то чревато очень приличными штрафами. То есть если ваши подрядчики, сеошники или там сммщики начнут неправильные ссылки расставлять, которые не токенированы, и они будут внутри иметь призыв, при этом это не ваш ресурс, вам может прилететь. Причем немаленькими штрафами. То есть сейчас пока еще практика нарабатывается, но я уверена, что скоро там начнут затягивать эти моменты. Ну и понятно, для повышения узнавания торговой марки сделать и запланировать бренд-рекламу в формате крупных баннеров. Покажу дальше, как это может выглядеть. И вот то, о чем я говорила, стратегия. Интервью, статья в формате товар на полку, кейс, если вы в режиме STM работаете. Ко мне обычно говорят, сеть ничего не хочет раскрывать. Коллеги, это моя задача в некоторых случаях. Я не всегда ее могу решить. То есть не всегда редакция может решить задачу договориться с сетью вот этих вещах. Но зачастую бывает так, что есть стандарты принятые, что не раскрываем информацию, но когда мы иногда рассказываем коллегам из PR, какой кейс мы хотим рассказать, они говорят, ух ты, какой интересный информационный повод, мы об этом не знали, а давайте вместе. То есть условная сеть тоже иногда заинтересована в проявлении каких-то вещей, которые мы совместно с вами и ей даже подсветили. Конечно же, создать цифровой след в рамках мероприятий, где вы принимаете участие. Поднимите руки те, у кого сегодня здесь и завтра работают стенды. Каждый год работаете? Вы первый. Кстати, я вас очень хорошо заметила, и это видно, что, знаете как, вы подготовились. Я вас отследила сразу, как только. Я еще даже хотела на предыдущей секции сказать, а, нет, в начале этой секции, когда Аня Тищенко начала выступать, я хотела даже отметить, вот что значит позиционирование и выделение среди всех. Вас очень заметно. Коллеги, пользуйтесь такими лайфхаками с точки зрения, если вы хотите, ну, какой-то, знаете, бренд. Я. Очень легко отслеживаться, да? Ну, прям реально, ребята заметны. Вот, и вот здесь вопрос в чем? Цифровой след участия в мероприятии можно очень по-разному преподнести. И вот завтра мы, например, пойдем делать съемки на конкретных стендах. Ну, это запланированные съемки, которые будут предполагать следующее. Я беру интервью, мы смотрим продукт прямо на выставке, делаем отчетный видеоролик, будет интервью выпускаться. То есть мы делаем комплексный продукт, который позволяет сделать нормально, подсветить, не просто сделать. Вот вложили такие-то миллионы рублей в стенд. А на выходе отлично работали, но все равно надо правильный цифровой след сделать, и его можно опубликовать именно на сайте retail.ru. Ну, воспользуйтесь этими пиар-возможностями, чтобы не просто для себя оставить видеоролик, а сделать его уже достоянием там какой-то аудитории и проявить то, что… Вот проявить вашу деятельность на этом мероприятии. Вы туда много денег обычно инвестируете, а еще, в первую очередь, вы много времени своего личного инвестируете. Каждая деятельность должна быть облачена в какой-то дополнительный KPI. И если условно… Я просто знаю такие примеры, когда складываются огромные деньги в стенд, съемки, которые там сделаны, и ничего практически не выходит. Выходит маленький трехминутный ролик на корпоративном сайте. Все дружно сказали, вау, классно. А воспользоваться этим уже на перспективу не получается. Вот, я не говорю о том, что мои идеи как, что другие, как мне делают. Но это вот такой цифровой след, который стоит проявлять, из него сделать нормальный PR-продукт, который еще один формат добавляет. И, ну, вот один из вариантов, там, выставить партнером онлайн-эфира, принять участие в онлайн-конференциях, там, и вот такие конференции, как здесь, вот, которые позволяют вам и экспертность свою подсветить, и показать. Все это, вот, такого плана, стратегии, начиная с третьей кнопочки, да, вот с третьего буллета, можно делать, ну, где-то вот на полгода-год можно спокойно эту работу взять. Вот мы реально в данном случае просто с маркетологом, мы ему даем по линии B2B логику, как можно действовать, наладиться, взаимодействие выстроить, где-то с мыслами поработать вместе. Я, конечно, очень рада, что сейчас к нам уже приходят партнеры более готовыми, и они приходят уже с контент-планами, вот, и это все потихонечку выпускается на сайте. Иногда этого просто не хватает, нам тоже нужна связь с рынком, и в этом плане иногда подсвечивают очень хорошие темы. Чек-лист. Что делать, если у вас есть новость для нашей редакции? Это вот просто сделайте фотографию и, как говорится, поделитесь. Если вы сами отвечаете за тему пиара, то заберите к себе. Если у вас отдельные люди занимаются пиаром, то отправьте, пожалуйста, им. Ключевой момент. Нет, редакция ритейлеру не всегда принимает информационные поводы от производителей. Тут важно перестроить таким образом контент, который может заинтересовать редакцию. Путем различных проб и ошибок в итоге появляются такие примеры, когда сети, когда производители научаются нам присоединять интересные новости. Но если новость не вышла на сайте в течение 24 часов, значит, приземляйте к себе в новости компании на нашем же сайте. У некоторых новостей просто потрясающий охват делается. Я реально наблюдаю взлеты новостей, потому что сайт очень хорошо SEO прокачан и нас хорошо читают, как нас хорошо выводят в топах по вашим поисковым запросам и не только. Ну, тут уже как копирайтер поработает. Ну, вернее, ваш пиар, да? И, конечно же, соблюдайте закон о маркировке рекламы. Я эту историю буду подсвечивать постоянно. Дальше. Формат товар на полку. Специальный формат. Вот, коллеги, в свое время, когда раздел кейса я заводила на сайте, он, скажем так, был легко подхвачен нашими производителями оборудования или услуг, больше даже услуг, автоматизации, не только. И вы знаете, мы с разделом кейса не испытывали никакого затруднения в качестве, как части интереса. Я вам более подтого скажу. Кейсы – это один из самых глубоких по просматриваемости сайт. При этом он где-то процентов на 80 сделан на коммерческой основе с партнерами. Но его читают так же, как и все остальные разделы, а некоторые слушают и глубже, потому что мы пишем таким образом, чтобы это не выглядело, что вот только муду, это действительно вытаскивание такой информации, которая полезна и интересна должна быть нашему читателю. Но просто мы это делаем в регламентных наших задачах и сохранением тех ссылок, особенно сейчас, которые нужно промаркировать. А мы эту работу делаем. Я вам могу сказать, кто там с маркировкой, вы со своей маркировкой сталкивались? А я теперь знаю, что такое маркировка с нашей стороны. В четыре раза вылился документ оборот, который пока не понимаешь, как не то, что вот вы хотя бы все автоматизированы, а мы вот на нашем рынке нет автоматизации маркировки рекламы. Все лепят что-то свое. Мы тоже сейчас лепим что-то свое. Потому что рынок автоматизаторов, вот именно рынок вот таких сайтов, как наш, неинтересен, мы нестандартные, у нас у всех свои какие-то операционные моменты, поэтому мы реально сейчас в ситуации вот ручного документа оборота в очень сложном состоянии находимся. Но в любом случае, вот формат товар на полку, он у нас как раз оказался не то, чтобы не востребован, мы его понимаем, что вы как, у нас же в слогане ритейлеру и поставщику. И вот условно для поставщика это специальный раздел, в котором можно очень хорошо проявлять себя через категорию и через конкретный товар. Значит, почему я показываю в этот момент социальные сети? Вот все материалы, которые вы выпускаете у нас на сайте, если мы их на коммерческой основе размещаем, любые материалы, в части которой редакционные, они у нас обязательно выходят вот на тех ресурсах, ну кроме видео, ну как видео у нас на Ютубе выходит, а вот Яндекс.Зен, Телеграм и ВКонтакте это то, куда мы обязательно отправляем посты. И плюс рассылки, да, это те рассылки, по которым вы также регулярно продолжаете заходить. Понятно, что сейчас немножко качается, вот кто молодые, кто вновь приходящий в бизнес, они действительно, очень многие подписываются просто на Телеграм, но e-mail рассылки продолжают быть не менее эффективным инструментом донесения информации. Поэтому у нас все эти каналы отрабатываются, мы продолжаем в них как бы и действовать, и развиваться. А вот здесь та табличка, которую я считаю важным вам знать, вот та колонка, которая относится к поставщикам товара, то есть ту, какую цель мы достигаем с помощью, соответственно, формата. Она мелковата, я понимаю, но у вас, во-первых, эта презентация у всех будет, но ключевой момент, что мы по каждой цели знаем, что вам предложить. То есть retail.ru это не только сам сайт. Retail.ru это уже некая система. Я не хочу в данном случае использовать экосистему, вот это как бы к нам в меньшей степени, ну, я не считаю, что это так, но у нас все форматы взаимодействия по линии B2B-маркетинга, в смысле, вот по B2B-направлению вот в разрезе, ну, все-таки B2B-маркетинг, мы можем вам обеспечить. Потому что у нас есть внутреннее знание всех мероприятий, конференций, мы сами являемся генераторами информации, вам не надо будет придумывать, как строится, мы за вас это придумаем, но мы должны работать в этом случае в долгую, а не так, мы хотим к вам попасть в мероприятие. И так далее начинается. То есть пока идет вот это погружение, потом знакомство, потом понимание, насколько хороший у вас спикер, ну, то есть это целая история, которую нужно совместно пройти. Поэтому мы всегда предлагаем начать вот с контент-плана, а далее потихонечку подтягивается еще каким-то активностью. Ну, и, конечно, воспитывайте спикеров. Ребята, без этого сейчас, ну, вообще тяжко. Спикеры должны быть. Не менее шести касаний требуется, чтобы обратить внимание на себя, в рамках B2B рынка. Вот посмотрите. А теперь смотрите. Вы пришли к нам, например, разместить статью. А теперь, если у вас есть спикер, что в этот момент происходит? Ну, ладно. Вот на нолике. Представьте себе, вот если бы вы мне пришли просто со статьей, мы бы сразу с вами начали вот отсюда. Видите? Здесь написано выпуск, статьи или интервью на сайте. После этого мы получили след в соцсетях, ну, возможно, вы захотите еще печатный сборник. Таким образом, мы закрыли всего две точки. Две. А если у вас есть спикер, то мы думаем, куда его интегрировать в выступление. После него видеозапись или интервью, первый след в социальных сетях, выпуск статьи, и круг замкнулся. Ну, будет или не будет, это уже, как говорится, по-секому. Но в любом случае, порядка пяти касаний мы реализовываем за счет одной активности. Ну, кайф. Ну, реально кайф. Один раз присесть, начать этим заниматься и инфоповод таким образом отыграть во всех направлениях. Так что я вот за системный такой подход и очень рада буду, если такие истории будут поддерживаться нашими партнерами. Баннеры. Уж насколько люди верят или не верят в них, но. Вот в новой стилистике сайта у нас будет так. Кстати, не знаю, кто-то посмотрел уже новую нашу, на мобильной-то версии? Посмотрели? Новости по листам? Нет? Еще не было времени? Ну, ладно. В любом случае, сейчас можно много говорить о том, что партнерная слепота. Я знаю, что очень многие там блокировку ставят, но, коллеги, визуальное представление того, как вы выглядите, и, например, когда о вас ничего не знали, а вдруг узнали, это в том числе и через визуал происходит. Так что все точки контакта нужно отрабатывать, и, условно, у нас на текущий момент очень серьезно будет уже доработана эта сетка. Так что выводите новый продукт, начинаете себя качать в какой-то конкретной категории, подумайте, где вы можете себя дополнительно проявить с какими-то смыслами, а может быть, даже статью прорекламировать. Или вот, я не знаю, сейчас вот у вас мероприятие идет, пригласить на стенд. Такие вещи тоже можно и нужно отрабатывать. Вот. Но, в частности, баннер… Моя гордость. Мы баннер B2, который у нас появляется между новостями и статьями, наконец-то смогли вывести в том числе и на главную страницу. И здесь маленький лайфхак. Пока мы не переедем на новую версию целиком, цены мы не меняем. Поэтому, как пока, то есть если, условно, на ближайшие пару месяцев вы захотите сотрудничать с нами, соответственно, у вас будет возможность начать сотрудничать по тем ценам, которые сейчас на сайте, потому что где-то, я думаю, мы в апреле-май уже будем готовиться к обновлению цен. Вот. Спецпроекты. Спецпроекты у нас будут и сейчас уже реализовываться в рамках видеоэфиров, то есть в медиа-центре tell.ru. Это, тратите, теперь это, что это будем тоже развивать. Вот. Смотрите, вот сейчас здесь показано торговое оборудование. На самом деле, у нас уже были проекты, когда к ЗОЖ, биовеган накачали тему, да. Мы делали истории по… Вот сейчас вот хлебное направление мы собираемся делать эфиры. Я к тому, что можно выбирать какие-то категории, в которые вы хотите свою экспертизу прокачать и, скажем так, показать, проявить, подумать об этом и совместно сделать какой-то проект. Но сразу скажу, что, коллеги, вы должны как минимум уже были там один-два материала с нами сделать, потому что если вы не сделаете первые шаги, мы просто не настроим с вами вот эту волну, вайп, да, словим, но сложно делать такие эфиры. То есть мне нужно понимать, что есть, ну вот такие у нас есть возможности. У нас есть замечательный партнер Мегаполис Медиа, с которым мы работаем в их студии. У них очень интересные студии и, соответственно, есть возможность абсолютно в разных форматах себя представлять. Значит, про экспедицию ритейл уже упоминала, сейчас глобально не буду говорить, но вот новые города, которые в этом году в плану, там Волгоград, Пенза, Самара, Саратов, Ульяновск. Я надеюсь, все-таки я доберусь хочу-хочу, да, в Гульвер. Да, и, соответственно, если у вас там находится производство, этим и, соответственно, хотите, чтобы о вас чуть больше узнали, вот, например, фоторепортаж равно аудит производства, мы можем сделать. То есть видеорепортаж, фоторепортаж и вот за... Ну, я говорю, равно аудит производства. Почему нет? Проявитесь таким образом. Это тоже интересный вариант сотрудничества. И вот знаете, вот эта фраза российскому ритейлу «Есть чем гордиться, коллеги». Вот реально. Нам с вами всем есть чем гордиться. И нам надо об этом уметь рассказывать. Самая большая боль нашего российского бизнеса неумение рассказать красиво о своей работе, о всех тех мелочах, которыми вы живете каждый день. И вам они кажутся рутинными. И скажем, ну, подумаешь, ну, это же обычная работа. А когда я приезжаю и говорю, ох ты, ничего себе, сколько интересного вы уже реализовали. И я вам могу сказать, что очень многие, особенно региональные компании, недооценивают тот уровень, который вы уже смогли достичь иногда зачастую сильно ограниченными возможностями. Поэтому я приглашаю… То есть мы уже научились работать в ограниченных ресурсах, потому что мы много перемещаемся в этот момент по стране, но у нас уже налажены видеосъемки абсолютно в разных городах. У нас есть понятные там коллеги, которые нам там помогают. И в целом есть плюс-минус понятный формат сотрудничества и любого игрока рынка, который хочет себя проявить в системном таком подходе, в экспедицию ритейл мы также можем уже включать. И мероприятие. Мы сейчас с вами находимся на товарной полку. Знаете, маленькое наблюдение. Более 500 регистраций. Ни одного запроса на сэмплинг. Ни одного запроса на тему того, чтобы мы бы хотели побыть с партнером той же воды. Ни одного запроса, как можно себя на этой сцене проявить. Ни одного коллеги именно со стороны поставщиков товаров. Призадумайтесь об этом, потому что на самом деле это как раз история в том числе про проявленность. Насколько вы себе внутри видите такие истории, потому что с одной стороны вы хотите быть заметными, решать свои задачи, но уметь в этом плане сотрудничать тоже нужно научиться. Потому что зачастую, если мы говорим от меня, я, например, как со стороны организаторов, зачастую испытываю необходимость. Представляете, что здесь я не стала в этот раз заморачиваться, честно, и инвестировать в еду, инвестировать в какую-то историю такого характера. А это вещь, которая, ну скажем, она очень сервисная, и это мы вот как организаторы очень часто благодарим тех партнеров, которые приходят и говорят, давайте мы в этом плане по бартерству. Отличная история, хорошо решаемая. У меня впереди в апреле крупное мероприятие, если кто-то чувствует в себе силы и желание, у нас еще партнеры атмосферы такого характера принимаются. Уже там парочка, у нас понятно, кто партнер по воде. Знаете как, не надо не верить в эти вещи, но участвовать таким образом, попадая в крупное мероприятие, можно очень хорошо. Так что в следующий год точно что-то будем делать, подумайте об этом. Если вы, сегодня на самом деле у нас такой линией прошла готовая еда неоднократно через наше мероприятие. Заметили, да? Вообще как-то начали даже, я когда вчера презентацию начала листать, я поняла, как интересно, с готовой еды начинаем. У нас будет вот это мероприятие на Modern Bakery. И если вы являетесь, скажем так, поставщиком, производителем, который работает в том числе с коллегами из собственного производства, ну, соответственно, спросите, как можно вместе посотрудничать. На эту тему у нас очень такая сильная аудитория. В следующий раз мы работаем не в этом зале, у нас другой будет зал построен, на 200 всего лишь человек, но это вот самый сок. Вы знаете, вот собственно, вот я обожаю работать со своими аудиториями, но собственное производство, это вот моя любовь, ну, мы с ним уже 6 лет сотрудничаем, и это, знаете, это вот как раз на стыке, да? То есть они производители, и они еще и ритейлеры, и получается, но в данном случае это не СТМ, именно собственное производство, и вот очень интересно наблюдать, как они погружаются в проекты. Соответственно, вот у нас эта аудитория сильная, и вот ритейлтех, то, что я говорила в апреле, там много чего мы делаем, как retail.ru, и я, соответственно, модерирую сессии ритейл формат магазин полка, будет премия ПСТМ, будет отдельная секция ПСТМ, которой как раз занимается Анна Тищенко, секция FM4CG Day. Посещение мероприятия бесплатно для производителей товаров бесплатно, регистрация уже открыта, так что, ну, как говорится, на сайт заходите, регистрируйтесь, в прошлом году было более 5000 человек на мероприятии, в этом году первые три дня регистрации уже что-то за 600 человек перевалило, причем мы видим регистрацию хорошую, прям хорошую. Так, соответственно, вот если про Modern Bakery, то здесь, ну, вам презентация это придет, я здесь не стала делать QR-код, вот, в таком стиле у нас, ну, также на этой сцене мы работали, 19-20 марта, и еще нестандартные возможности. Вы можете стать партнером деловых программ, но это опять же, это предложение только тем, кто уже как бы с нами начинает работать в долгую, и, соответственно, один из вариантов, представьте себе, что наш Ритейл Иванович станет, например, не знаю, не шампурик держать, а что-нибудь другое, что явно ассоциируется с вами. Вот, то есть условно такие, это уже точечные вещи, я преодлично это понимаю, но вот представьте себе, опять же, что пакеты, которые мы скоро будем перепечатать, напечатать новое, будут содержать в том числе еще и ваши логотипы, и мы каждый раз будем говорить спасибо партнерам, которые поддержали наше мероприятие в долгую. Вот, соответственно, призываю, запустите ваш круговорот контента в природе, я люблю такую присказку, да, Ритейл Иванович рекомендует, это, знаете, это то, что сейчас нельзя не делать, если вы в долгую работаете на данном рынке, а вас должны знать. И то, каким образом вы будете себя закреплять на страницах нашего сайта, зависит только от вас и от вашего желания быть экспертными, проявленными на этом рынке. Соответственно, здесь контакты, моя коллега, которая отвечает за рекламные проекты, Тамара Рева, это ее контакты, все контакты также есть в вашей книжке, которая по экспедиции, вот, ну, а также, знаете, Саша, Лена, подойдите на минутку. На минутку. Я просто должна свою команду вам представить. Значит, на самом деле, вот то, что вы сейчас сегодня с утра видели, организовано силами трех человек. Ну, конечно же, редакция, она остается всегда на фронте, зарабатывая нам просмотры. Вот, но организационные моменты, это Елена Павлова, прошу, как говорится, поприветствовать, да, она, соответственно, помогает все, что вот это, все это организовать. Александр Лихачев. Приветствуйте. Он у нас как раз отвечает за бизнес-центр retail.ru, именно он разруливает все вопросы с личными кабинетами, он же помогает нам решать всю вот эту красоту с видео, чтобы у вас в дальнейшем весь контент, который сегодня здесь собирался, достался вам в дальнейшем по ссылочке. коллеги, спасибо большое. Вы знаете, это большое удовольствие, когда, ну правда, когда в 12 ночи приходится там что-то доверстывать, доделывать, ну такая вот история с организационными моментами, ну потому что все в последний момент, да, презентации в последний момент, там еще что-то в последний момент, иногда, вот. Соответственно, значит, здесь что я еще раз должна сказать, вот где у нас QR-код программа мероприятия, по ней же, по этой ссылке, где вы, ну там же находится и была регистрация, да, по ней же буквально через, наверное, дней 10 все видео, которые мы сегодня записывали, они будут постепенно там выходить. Мы вам, у всех вопрос, будут ли презентации, ссылка на презентацию вам будет разослана, Лена, когда ссылку на презентацию мы отправим? В понедельник? Во вторник? Понятно. Ну вот, в начале следующей недели по всем зарегистрированным будет отправлена ссылка на регистрацию. Если вдруг не получили, Лена вам в помощь. Контакты ее есть в сборнике, если что, вдруг не нашли. Ну и вообще все автоответы, которые вам приходили, они приходили с ее электронного адреса. Вот. И, соответственно, все видеоматериалы, которые будут, они будут переключены к этой ссылке. Если вдруг вспомнили, что вам что-то не пришло, где-то дней через 10 рабочих, я думаю, что уже материалы будут доступны. Понятно, да? И вообще по событиям, где у нас есть съемки, всегда привязаны материалы к событию. Просто такой лайфхак, если вы об этом не знали. Вот. На этом сейчас моя врезка заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok